Девушки отдыхают На время следствия останется под стражей. Для виновника страшной аварии с участием казанских каратистов избрали меру пресечения. Дорога во взрослую жизнь. В Нижнем Новгороде прозвенели последние звонки. Проверить себя на прочность и получить фигуру своей мечты. На первом городском стартовал второй сезон проекта «Жми, худей, смотри». Запечатлеть самые важные моменты своей жизни за репосты. Мы объявляем очередной кокрус с заманчивыми призами. Посетить фестиваль, помочь нуждающимся или посмотреть на соревнования авиамоделей. Расскажем, что интересного произойдет в эти выходные. Об этих и других событиях этой пятницы я и мои коллеги расскажем прямо сейчас. Выпили службу новостей «Город». Меня зовут Мария Зелинская. Здравствуйте. Итак, в пятницу днем в суде Кстовского района избрали меру пресечения для водителя казанского автобуса. Именно его пока считают главным виновником Кстовской аварии. Суд определил, что на время следствия Эдуард Гатиятов останется под стражей. Эдуарда Гатиятова на время процесса оставили в камере для арестованных. Процедура длилась около часа. Следовательно, оставили на мере пресечения в виде заключения под стражу. И в итоге так и произошло. И это несмотря на то, что мужчина полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном. Водитель автомобиля микроавтобуса «Мерседес» был задержан, был допрошен в качестве подозреваемого. В этот же день ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в статье 264 части 5 Уголовного кодекса. Водитель говорит, что он уснул за рулем. То есть причиной выезда на полустречное движение явились его действия. То есть он сам этого не отрицает вину, он признает полностью, раскаивается и хочет возмещать максимальный ущерб потерпевшим родственникам. Авария с участием микроавтобуса произошла в четверг утром в Кстовском районе. Автобус, в котором находились 10 детей и 10 взрослых, двигался из Казани в Санкт-Петербург на соревнования по карате. По основной версии, водитель пассажирского «Мерседеса» уснул за рулем и вылетел на встречку, где столкнулся с фурой. Три человека, двое взрослых и ребенок погибли на месте. Еще 17 человек, из них 9 детей, были госпитализированы. Среди пострадавших трое детей по-прежнему находятся в отделении реанимации. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Расследование, а также качество помощи пострадавшим детям взял под свой контроль уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов. Теперь к другим темам. Новые подробности нашумевшего убийства нижегородской студентки Дарьи Калининой. Следователи сообщили, что собрали необходимые доказательства, завершили расследование и передали дело в суд. На скамье подсудимых окажется 21-летний нижегородец. И напомню, в декабре прошлого года 19-летняя Дарья Калинина была обнаружена в одном из гаражных массивов советского района «Мертвой». На теле имелись следы насильственной смерти. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что девушка отдохнула в ночном клубе, а ближе к утру пошла прогуляться. Меньше чем через сутки после убийства оперативники вышли на след и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 21-летний Сергей Новожилов. Он сознался в убийстве, но настаивал на собственной невменяемости. Экспертиза подтвердилась, что подозреваемый здоров и должен предстать перед судом. Новожилова обвиняют в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Судебный процесс начнется в ближайшее время. Ну а теперь к другим темам. В пятницу в Нижнем Новгороде прозвучали последние звонки. В этом году они прозвенели для 15 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников. Этот выпуск уже неофициально называют «золотым», так как в этом году на золотые медали претендуют на 100 человек больше, чем в прошлом. Белые фартуки, банты, строгие костюмы и ленточка через плечо – все в лучших традициях последнего звонка. Торжественные линейки прошли во многих школах гордой области. Не обошлось, конечно, и без слез. Ведь сегодня они прощаются не только с родными учителями, но и с детства. Ужасно тяжело, я могу сказать, очень тяжело. Я в этой школе с первого класса, прям как пришла, так и пришла. И сейчас тяжело расставаться с всеми учителями, начиная как первый учитель, так и последний. Несмотря на праздничное настроение, расслабляться выпускники не собираются. Ведь уже в понедельник их ждет первый ЕГЭ по математике. Очень хочется, чтобы на самом деле сейчас они не расслаблялись после этого последнего звонка и знали, что впереди их ждут экзамены. Экзаменов достаточно много, экзамены серьезные. Ну и в продолжение темы, переход во взрослую жизнь каждый понимает по-своему. Поэтому в пятницу нижегородские активисты проекта «Агенты» вместе с полицейскими провели рейд по местам, где могут продать алкоголь несовершеннолетним. В связи с проведением последних звонков в Нижнем Новгороде региональные власти решили ограничить продажу алкогольных напитков. Но, как оказалось, закон соблюдают не все. Зачастую продавцы алкоголя в погоне за прибылью не обращают внимания на возраст покупателя. Даже если на вид ему нету 18-ти. После совершения контрольной закупки за дело принялись находящиеся поблизости сотрудники полиции. Нерадивый продавец и директор места, где продали алкоголь, не смогут отделаться одной объяснительной. Размер штрафа от 80 до 100 тысяч рублей. А если в течение полугода будет совершено повторное нарушение, то последует и уголовная ответственность. Сегодня по всей стране проходит последний звонок и наша молодежь ищет любую возможность, чтобы купить алкогольные напитки. К сожалению, эта возможность для них создает наши недобросовестные продавцы. Мы ребятами собрались и устроили рейд, чтобы таких продавцов наказать и чтобы в течение дня фактов продажи не было. Совсем скоро нетрезвых пешеходов будут наказывать арестом. Подробности в рубрике «Короткой строкой». Нетрезвых пешеходов собираются наказывать арестом на 15 суток. Соответствующий документ будет рассмотрен в Государственной Думе. Депутаты предлагают обязать пешеходов по требованию стражей порядка проходить освидетельствование на опьянение. В случае отказа может грозить штраф до 5000 рублей или арест до 15 суток. Родственники сбежавших из санатория Ройко детей отказываются их хоронить. Об этом пишут нижегородские СМИ. В частности, мать одного из погибших, Саша Кирилльичева, сказала, что на похороны у нее нет денег. Сейчас тела замерзших в лесу Саши и Димы находятся в морге. Следственные действия пока не завершены. Мальчик со скрипкой вернулся на Большую Покровскую. Эта скульптура известна многим нижегородцам, но осенью прошлого года она пропала. Это было связано с тем, что неизвестные вандалы сломали мальчику ноги. На восстановление скульптуры ушло несколько месяцев, и сейчас она снова установлена на главной пешеходной улице города. Первый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ завершился в пользу московских армейцев. Встреча между ЦСКА и баскетбольным клубом Нижний Новгород состоялась в Москве и завершилась со счетом 86-79 в пользу столичной команды. Второй матч серии пройдет в Москве 23 мая. Далее новости от наших партнеров, а затем выпуск новостей продолжится. Не переключайтесь. Проверить себя на прочность и получить фигуру своей мечты. На первом городском стартовал второй сезон проекта «Жми, худей, смотри». Запечатлеть самые важные моменты своей жизни за репосты. Мы объявляем очередной конкурс с заманчивыми призами. Посетить фестиваль, помочь нуждающимся или посмотреть на соревнования авиамоделей. Расскажем, что интересного произойдет в эти выходные. Нижегородка Ольга Грачева любит баловать своих домочадцев блинчиками. Эта хозяйка получает удовольствие не только от результата, но и от процесса приготовления. Несколько месяцев назад девушка стала счастливой обладательницей итальянской кухни. Я по профессии дизайнер интерьеров. Очень придирчиво отношусь к выбору мебели в своей квартире. Я остановилась на итальянских кухнях, потому что они очень красивые по дизайну, очень практичные. Свой кухонный гарнитур Ольга Грачева заказывала в салоне кухни «Зетта». По словам дизайнеров салона, итальянские кухни как современные, так и классические подкупают нижегородок неповторимым стилем и в первую очередь эргономикой. Сушка данной кухни хороша тем, что фасады распахиваются на угол более 160 градусов. Это обеспечивает легкий доступ к посуде. Еще одной чертой классической кухни является симметрия. Обратите внимание, что по бокам нашей духовки мы видим две выдвижные сетки, так называемые бутылочницы, в которых, опять же, можно разместить бутылки с маслом, либо с какими-то другими жидкостями. Еще одним достоинством нашей кухни является мойка из гранита. Она имеет две чаши. Мойка очень крупная, удобная. Ее можно использовать, допустим, как и для мытья посуды. Одну чашу, другую чашу выделить именно для мытья овощей и фруктов. Мойка у нас подстольного монтажа. Это тоже очень удобно, позволяет содержать ее в чистоте. Фабрика кухни появилась на рынке более 15 лет назад. Используя современное оборудование, фабрика производит кухни в духе смелых модернистских идей и старой доброй классики. Дизайнеры готовы нарисовать индивидуальный эскиз кухонного гарнитура, учитывая размеры вашей кухни. Салон кухни «Зетто» предлагает бесплатный дизайн-проект и замер. Как обещают производители, итальянские кухонные гарнитуры прослужат вам более 12 лет. Улица Ижорская, дом 4. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Уже в это воскресенье в 11.30 в эфире Первого городского стартует второй сезон проекта «Жми, худей, смотри». В этой программе участники полностью меняют свои фигуры. В течение двух месяцев они худеют под присмотром специалистов, посещают тренажерный зал, питаются только низкокалорийной пищей. И все это под прицелом наших телекамер. Я напомню, что героиней первого сезона стала наш корреспондент Евгения Иванова. Она же познакомит вас с новыми участницами проекта. Сладко. Ну, это мой джигенный завтрак. Может быть, пару-тройку бутербродов. Это нормально. Яйца. Яйца жареные, вареные. Во всех видах все ем. Больших количеств, кстати говоря. Ну, сладкое. Сладкое я сластеное. Я очень люблю сладкое. С гусенкой в моем доме никогда, никогда не исчезает. Арине Смирновой всего 21 год. Но в столь молодом возрасте она весит почти 120 килограммов. Такой вес мешает жить девушке. У нее нет молодого человека, модная одежда под запретом. Да и смотреть на себя в зеркало ей становится неприятно. Спина. Это не спина 20-летней девочки. Никак. Это некрасиво, это неэстетично. Так, как я выгляжу. Я бы могла выглядеть лучше. Растяжки. Это некрасиво. На спине растяжки. Купальник не надеть. Я должна себя видеть красивой. Все меня видят красивой. Я должна себя видеть красивой. Арина связывает проблему лишнего веса со своим детством. Девушка рассказывает, что мама всегда пыталась заставить девочку съесть больше, чем нужно. Такую тарелку я должна была съесть в 4 года. Но я устала от этого. Я не хочу больше этого. Уставшая, раздраженная после тяжелого рабочего дня. Ты приходишь домой. Избавляешься от упаковки. И открываешь волшебную коробочку счастья. И вот они, красивые, вкусные, отправляются в рот. С орешком еще. Если не сладкий чай. Ну, половину коробки. Прям. Вообще нечего делать. Еще одной участницей второго сезона проекта «Жми, худей, смотри» стала 24-летняя Анна Веденина. Анна – певица. Работает арт-директором сети караоке-клубов. Глядя на эту девушку, не кажется, что лишний вес, а весит она 86 килограммов, может мешать жить Анне. И действительно, девушка призналась, что любит себя такой. Я всегда была душой компании, меня никогда не бежали в школе, да, как многих могли, полных. Нет, я всегда была очень бойко, пробивная. И вообще, на самом деле, ну, в жизни многого добилась, то есть никак не мешает. Ни в личной жизни, никак. Но хочется, хочется привести себя в порядок. Хочется становиться лучше, хочется становиться красивее. Я сейчас понимаю то, что с каждым годом все больше и больше килограммов. Поэтому надо уже с этим что-то делать. До этого Анна заедала стресса едой, награждала себя едой, развеивала скуку едой и не утруждала себя походами в фитнес-центр. Результат – любимые платья уже не застегиваются. Но теперь все изменится. Анна и Арина целых два месяца будут следовать режиму питания и тренировок, которые составят для девушек их наставники. Отступить они просто не имеют права. А вы сможете наблюдать за похудением героинь проекта «Жми, худей, смотри» в эфире Первого городского. Каждое воскресенье в 11.30. Евгения Иванова, Александр Батраков. Служба новостей. Город. Первый городской телеканал объявляет новый красивый конкурс репостов. Победитель станет обладателем сертификата на двухчасовую фотосессию с визажистом и прихмахером в интерьерной фотостудии «Фотолига». Весенне-летняя фотосессия от фотостудии «Фотолига» станет отличным подарком для вас и ваших близких. Все, что вам нужно, это сделать репост записи о конкурсе в нашей группе ВКонтакте, поставить значок «плюс» в комментариях и не забыть открыть личные сообщения, чтобы мы могли с вами связаться. Победитель конкурса репостов получит в подарок двухчасовую фотосессию, в которой также будет принимать участие наш пейзажист, который создаст незабываемый, яркий и необычный образ. Участвуют только те пользователи, которые состоят в группе «Первого городского» и «Фотолиги ВКонтакте». Те, кто уже посетил «Фотолигу», остались очень довольны. Если честно, я здесь первый раз. Меня очень поразили интерьеры здесь. Очень красиво, очень выполнено все со вкусом, очень благоприятная обстановка, то есть позитивная. Ребята молодцы. Спорт, культура и хорошая музыка. Чем можно будет заняться в эти выходные в Нижнем Новгороде, сейчас расскажем. 23 мая на Нижневолжской набережной возле катера «Герой» пройдет первый благотворительный полумарафон «Беги, герой». Забег стартует в 9.30. Участники побегут на дистанции 5, 10, 21 и 1 километра вдоль набережной «Волги». В рамках полумарафона пройдет сбор средств на строительство спортивной площадки с антивандальными тренажерами для воспитанников школы-интерната номер один. 23 и 24 мая в парке имени Свердлова в рамках фестиваля «Ботаника» пройдет благотворительный сбор макулатуры и нужную бумагу на нужное дело. От фестиваля «Добрых дел» добрый Нижний. Тем, кто принесет от 2 килограммов бесплатный вход на фестиваль. Время проведения фестиваля с 11 до 21 часа, а макулатуру принимают с 11 до 6 вечера. 23 мая в 11.00 на клубном аэродроме в районе поселка Большое Казино пройдут областные соревнования по радиоуправляемым авиамоделям среди школьников. Уже зарегистрировались 50 участников из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстова, Сарова и других городов. Об этом сообщает авиаспортивный клуб «Авиатор». 24 мая в 20.00 фабрика «Бар энд-клуб» писатель-музыкант Захар Прилепин вместе с группой «Элифанк» даст первый большой концерт. Он приурочен к выходу третьего альбома «Охотник». Как отмечают критики, альбом отличает бескомпромиссный рог подачи и европейский уровень. 24 мая в 10.30 у Вечного огня в поселке Дальнее Константиново пройдет торжественная церемония возложения цветов сирени. Она приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В 11.00 для участников организуют экскурсию по Сиреневой аллее и поселка Новая Борцова, во время которой все желающие смогут получить консультации по уходу и выращиванию сирени от садовода Александра Горелого. Ну а теперь новости интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. В кризис магазины удивляют не скидками, а хотя бы тем, что цена не поднялась. Отсюда и ценники. Зачеркнута старая цена и написана новая. Такая же. Налета и пока не подорожала. Кто-то ставит в автобус телевизора, а кто-то развлекает пассажиров веселыми объявлениями. Автобус не джам, шутка. Остановок, где попало, не бывает. Действительно, не поспоришь. Кто-то любит поспать и совершенно этого не скрывает. Например, работники этого копицентра. Они начинают свою работу в 10.00. Не в 8 и даже не в 9.30. 10.00. Большая стрелка на 12.00. Маленькая на 10.00. Для совсем непонятливых разъяснили они. Спешите видеть новую достопримечательность Нижнего – могильный плитае скелет. Прямо на площади Маркина. Ночью, наверное, выглядит жутко. В комментариях автор фото пишет, кому там не нравилось предложение установить в городе венгерского тролля, вырывающегося из-под земли. Нижегородец Александр Панюшкин сделал селфи на Северном полюсе и сфотографировал белого медведя. Фотографиями он поделился в паблике «Подслушанно. Нижний Новгород». По словам Александра, он находится на севере по работе. Говорит, что там очень холодно и мерзнут ноги. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого выкладывая их в сеть. Не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». И далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что интересного произошло в их жизни. И вот какие ответы мы услышали. Сегодня ровно, примерно, сколько так, 28-го. 7 лет, как я закончил школу, сегодня последний звонок. Хочется поздравить, кстати, всех выпускников, пожелать им удачи и работы хорошей. Все вроде неплохо. Весна, тепло наступило, вот все неплохое. В театр собираюсь, в театр собираюсь. А, сфальду у меня у брата скоро, вот, очень счастливы. Я выхожу замуж, скоро 4 июля. Зачет поставили. Вы знаете, у меня самое хорошее настроение. Я второй раз выхожу на улицу после перелома ноги. Уже, как в свободе, полтора месяца был в гипсе. А сейчас, наслаждаясь свободой, не хочу уехать в отпуск, отдыхать, зарабатывать ногу. Вот у меня самые хорошие новости. Все остальное желаю вам удачи, хорошего вам настроения и всем доброго дня. Ну и теперь информация о погоде на завтра. Прогноз на субботу подготовила Юлия Карабасова. По народному календарю 23 мая Симон Посев. На Руси этот день считался лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений. В старину примечали, если дождь идет, лето будет ненастным. К вечеру не исчезают кучевые облака к улучшению погоды. По прогнозам синоптиков, завтра в Нижневном городе ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, в ночные часы плюс 15. Хороших вам выходных! И на этом у меня все. Если вы стали свидетелем уникального события, обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 217-01-71. Но информационный блог на этом не заканчивается. Мария Белова в рубрике «Страна советов» назовет 10 способов сделать ремонт приятнее. Что такое жидкие обои и кварц-виниловая плитка, а также обо всех новинках в мире отделочных материалов смотрите в нашем сюжете. Ну а я с вами прощаюсь. Все вам доброго и до встречи на Первом городском. Поклеить обои в России целая традиция. Сколько способов было придумано для того, чтобы они долго не отклеивались и не пузырились. Оказалось, лучший способ предпочесть – жидкие обои. И у вас для этого есть 10 причин. Причина первая. Подготовить жидкие обои к использованию максимально просто. Это не нужен никакой клей, он уже входит в их состав. Вопреки названию, они продаются в сухом виде. Сначала нужно перемешать сухую смесь, затем высыпать в ведро с теплой водой. На один пакет 6 литров воды. Перемешать и положить обратно в пакет. В таком виде обои нужно оставить на 12 часов. Прежде чем наносить жидкие обои, стену нужно подготовить. Для этого нужно стену загрунтовать. Есть грунт-водостоп, закладывается первым слоем. Для того, чтобы создать гидроизоляцию. Поскольку жидкие обои на водной основе, они могут вытянуть из стены старый клей. В итоге на обоях могут проявиться желтые пятна. Чтобы этого избежать, обязательно нужна гидроизоляция. Водостоп решает эту проблему. Вторым слоем накладываем в грунт белый с кварцевым песком. Для придания белой базы и шероховатости поверхности. Для того, чтобы обои лучше цеплялись за стену. Еще одна причина – экологичность. Жидкие обои абсолютно безопасны и вызывают аллергии, и не токсичны. А все потому, что состоят только из натуральных волокон – шелк, хлопок и целлюлоза. Их также называют декоративная шелковая штукатурка. Перемешивать жидкие обои можно и даже нужно руками. Это, как мы уже выяснили, безопасно. Никаких механических предметов – дрели, миксеров. Почему нельзя? Потому что можно повредить волокна. То есть волокна сами обоев и получится уже совершенно не то, что ожидает. Причина третья – наносить жидкие обои на стену очень легко. Прибегать к услугам мастера не придется. Наносят они пластиковые кермы. Взяли в руку обои. Вот. И начинаем. Несколько простых советов помогут вам нанести жидкие обои максимально быстро и ровно. Оптимальная толщина для нанесения жидких обоев – миллиметр-полтора. То есть как можно это проверить? Углом кельмы свезли немножко, посмотрели, если толсто, то растянули дальше. Угол кельмы должен быть 10-15 градусов. Если сделать больше, будете сдирать этим краем. Вот. Опять же здесь будет содрано. Если прижать ее плотно, то будете сдирать этим край. Спустя 2 часа после нанесения нужно пройтись в важный кельм еще раз для того, чтобы убрать все неровности. Лучше всего это делать при боковом свечении. Причина четвертая – обои не порвутся и не отклеятся при усадке дома, если вы живете в новостройке и не дадут трещину. Причина пятая – хорошая шумо- и теплоизоляция помещения. Причина шестая – можно делать ремонт и жить в этом помещении. Силфластер позволяет ремонтировать поверхность по частям, потому что не имеет запаха, не оставляет следов грязи и пыли. После того, как вы нанесли жидкие обои на стены, им нужно дать просохнуть. Для этого потребуется от 12 до 72 часов, в зависимости от того, насколько сухое или влажное помещение. Причина седьмая – отлично скрывают неровности стен и подходят для помещений со сложной ступенчатой геометрией стен. Преимущество отметил Антон Сорокин, который о жидких обоях узнал недавно. В России стены у нас ровными никогда не были. Эти обои очень замечательно скрывают стыки стен, неровности стен, наносятся очень легко. Причина восьмая – не остается обрезков и остатков, стопроцентный расход. Если обои остались после ремонта, их можно высушить, потом использовать их для ремонта. В сухом виде просто удобнее хранить их. Из остатков обоев можно сделать вазу. Для этого нам понадобится форма, сами обои и шпатель. Процедура очень напоминает папье-маши. Толщина может быть любая, от этого зависит только прочность вазы. Обмазать форму можно за 10 минут, а вот подождать, пока высохнет, придется несколько дней. В итоге получится вот такая конфетница, можно использовать для пищевых продуктов, так как материал абсолютно безопасен. Причина девятая – разнообразие фактуры цветовых решений огромное – 110 видов на любой вкус и кошелек. А главное, цвета можно комбинировать и даже создавать целые картины из жидких обоев у себя дома. И последняя, десятая причина – готовый интерьер будет радовать вас долгие годы. А если вы захотите перемен, не спешите выкидывать жидкие обои. Их можно просто переклеить в другую комнату. В Нижнем Новгороде жидкие обои Silk Plaster можно купить в компании New Life. Здесь вы найдете жидкие обои на любой вкус и кошелек – от 80 рублей за квадратный метр. Компания New Life – новая жизнь вашего интерьера. Лучшие дизайнерские находки собраны именно тут. Украсить интерьер можно с помощью гипсовых 3D-панелей. Причем можно оформить целый участок стены, они отлично стыкуются. Или повесить одну панель, которая будет смотреться как картина. Бамбуковую 3D-панель можно приклеить даже на потолок. А все потому, что она гораздо легче, чем гипсовая. Оригинальный внешний вид и современный дизайн 3D-панелей обеспечили им популярность. Нужную фактуру рисунок легко подобрать практически к любому интерьеру. Панель можно покрасить в любой цвет. Купить 3D-панели в New Life можно по демократичной цене. Кроме отделочных материалов для стен, компания New Life предлагает лучшие напольные покрытия. Кварцвиниловая плитка – отличная альтернатива линолеуму, ламинату или паркету. Выглядит как дерево или как камень, но свойства всегда одинаковые. Ударопрочная и влагостойкая. А если вам все же удалось повредить плитку, то заменить ее не составит труда. Звони 413-65-81, проспект Ленина, дом 22. Редактор субтитров А.Семкин